всем привет всем здорова мальчикам девочкам любителям диатонической губной гармошки с вами снова сергей сапко и вот настало блин время поговорить о микрофонах для губной гармошки вот и так как вы понимаете да рассматриваю я супер бюджетные блин варианты вот усиление вот вызвучки вот губной гармошки и сегодня сегодня будем рассматривать очень интересную такую вещь как вот такой вот бюджетный микрофон для губной гармошки которая называется супер люкс de 112 вот такая вот пулька вот видно вот у него есть регулятор громкости вот шнурок встроенный сюда шнур подключается я имею ввиду по подключению обычный обычный вот моно джек моно джек вот обычный чик подключили все ничего хитрого регулятор шнур уже готовый идет в комплекте и плюс еще переходничок там идет с большого джека на маленький джек чтобы подключать его там компу например компьютеру или там звуковой карте какой-то ну давайте послушаем теперь как это все дело звучит на голом звуке сейчас я не буду использовать вот перегруз просто на голом звуке громкость у меня на всю стоит и эквалайзер выставлен на 12 часов то без то есть по пол по нулям все частоты вот комары летают блин давайте послушаем вот чистый звук и с перегрузим что он она покажет вон 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 так есть есть теперь давайте подключим педали педальки это все педальки и сделаем у нас педальку кстати я использую босс блюз драйвер 2 вот об этом педальки я там дальше расскажу вам все итак давайте поставим перегруз заводится перегруз на 12 часов гейн ну давайте так попробуем вот а а а и а а Ну, как-то так. Давайте сделаем ещё жёстче. Ну, хотя, я думаю, не стоит этого делать. Вот так. Поставим на 3 часа. Вот перегруз. Что получится? Заводится. Это уже очень много было перегруза, по-моему. Так, давайте теперь поподробнее разберём этот микрофончик. Смотрите. Во-первых, все помнят, да, о чём я рассказывал в предыдущем уроке, об этом комбике. Типа говнокомбик. Да, вы учитываете то, что как бы звук не суперидеальный звучит. Если есть желание, я могу это всё дело записать просто на голую, через звуковую карту, без всяких там комбиков, просто именно на голую в компьютер. Так, поехали. Смотрите, во-первых, вот бумажечка с ним идёт, с этим микрофончиком, с частотной характеристикой. Вот диаграммка такая у нас есть. Вот, видите, вот диаграммка. И тут заявлено, что заявлено, начиная от 100 Гц, блин, где я тут кручу-верчу. Начиная от 100 Гц и до 6 кГц у нас есть как бы звук. От 100 до 6 кГц, вот частотная характеристика. То есть, супер высоких частот здесь нет, и баса здесь нет. Жирности здесь как бы нет. Я пробовал подкручивать вот на комбике, да и дома я записывал на голую это всё дело. Вот, добавлять бас, ну, не хочет оно, блин, добавляться, потому как по природе оно не имеет этого, блин, баса, этой жирности, понимаете? Вот, есть, дальше идём по корпусу, по корпусу. Сделано это всё дело из пластмассы, пластмассы. Что хочу сказать, если вы будете играть на губной гармошке, и, как правило, вы будете играть вот в первый раз, потому как вы ищите микрофон бюджетный, да, и вы ещё в руках такую вещь вот не держали, вы за две недели себе пошкрябаете вот эту вот облицовочку, вот эту вот решёточку. Она тоже пластмассовая и покрашенная вот таким вот серебристеньким, серебристой вот красочкой. Вы просто-напросто гармошкой сотрёте его. Если это вас не беспокоит, то это очень хорошо. Он такой довольно-таки увесистый, вот, в руке лежит хорошенько, хорошо лежит. Регулятор громкости это большой плюс, конечно же. И ещё очень большой плюс вот таких микрофонов, которые имеют, ну, оно как бы не очень высокий импеданс, не очень высокую омность имеют, вот, но позволяет этот микрофон, можно позволить этот микрофон себе, позволить себе этот микрофон посредством вот такого вот штекера, подключить просто посредством переходника, который идёт, кстати, в комплекте, сразу в компьютер. И это всё дело у вас будут играть через тот же самый гитар-рик, вот, без всяких там посредников, я имею в виду там предусилителей и прочие там лабуды, микшеров там с предусилителями. Просто в комбик начисто, наголо, без всяких педалек, без всяких там грелочек, понимаете, да? Я надеюсь. То есть вы можете взять эту вот херню, которая, кстати, стоит в районе там 40 долларов, вот, это не очень много, так само, как и эта вот штука, коробочка на батареечках. Вот, если вы играете чисто блюз, вот, без всяких там надежд на запись чистого звука, чистой гармошки, там для последующей, может, обработки, нет. Это микрофон чисто для блюза, вот, и никаких гвоздей. Здесь низких частот, блин, практически нет, вот, высоких, ну, дефицит, оно просто бьет, блин, средними частотами. Для блюза, ну, пойдет, пойдет для блюза, если еще взять какую-то педальку, вот, педальку перегруза и использовать этот микрофон в паре с педалькой, то можно даже играть в линию. Вот, я уже говорил, что я не использую комбики, я играю просто в линию, вот, и довольно-таки продолжительное время я играл вот через эту херню, вот, серьезно. И нормально все, нормально, блин, звук, все прорезалось через микс, я играл с группой, с группами, все это все, гармошка прорезалась через микс, я имею в виду, что бывает такое, что если ты, вот, часто бывает, что через всякие там процессоры, там, суперпедальки ты играешь через комбики, и вроде бы звук обалденный, обалденный, если ты играешь сольно, вот, вот, настраиваешься, и вот, тебе нравится звук, а когда это все звучит в пачке, вот, когда именно вся группа играет, то ты просто-напросто теряешься где-то, вот. Этот микрофончик даже на чистом звуке, голом, в линию или через комбик, он нормально выдает, прорезает, короче, губную гармошку, вот, именно, если вы играете на губной гармошке в группе, то вас будет всегда слышно, всегда слышно, независимо от того, что, независимо от того, играете вы через примочки, или же там через комбики, или же просто можно в линию просто воткнуть, здесь уже все лишнее вырезано, басы все вырезаны, по частотке видно, нет здесь, блин, басов практически, вот, вырезаны, высокие частоты тоже вырезаны, и оставлены самые полезные частотки, вот, если играть в пачки, вот, это очень-очень важно для вот таких гармонистов, которые играют вот с группой. Что, по цене, по цене, ну, смешная вообще цена, очень смешная, вид, довольно-таки симпатичный такой, вот, видите, такой, прям, грин балл это, ёптый, бля, да, но, далеко ему до, этого, грин балл это, до зеленой пули. Но, вот, для эксперимента, для, как для первого микрофончика, можно, можно, вот, взять эту вещь, рекомендую. Кстати, для украины, для украинцев, у меня еще одна такая штука есть, кому интересно, могу продать, там, в районе 1000 гривен, там, 1200, я не знаю, где-то так, обращайтесь, договоримся. Вот, есть, есть такая, вот, у нас штука, есть такая штука, и дальше, дальше, что я хочу сказать. Есть альтернатива этому микрофону, альтернатива этому микрофону еще дешевле, еще дешевле, в районе, блин, 10, если даже не меньше, если бэушным брать микрофон, тот, о котором, о котором я буду в следующем видео говорить, то даже до 10 долларов можно его взять. Это микрофон Шур, С, С, 606 или же 607, вот. Кстати, на этом Шурике, 607, 606, играет Макс Таврический, вот, не последний, кстати, человек, вот, в украинском блюзе, вот, он гармошечник, кстати, толковый, вот, он играет очень-очень продолжительное время на Шурике, вот он, кстати, такой, вот, С, 606, вот, есть альтернатива, но этот микрофон уже идет более универсальный, чем этот, этот, вот, чисто для блюза. Если вы запишите чистый звук, чистый звук через эту, вот, штуку, и, не знаю, ну, например, там, для регги, для какой-то не блюзовой, блин, композиции, то все равно он будет отдавать, вот, оттеночек, оттеночек, вот, блюзовости, потому как по частотной характеристике он был просто-напросто создан для игры, вот, в стиле блюз, понимаете, да? Так что, вот, рекомендую, если вы возьмете, не пожалеете, вот, серьезно, если даже пожалеете, не проблема это все дело продать, но, вот, такой супер бюджетный вариант для игры именно блюза, блюза, если с группой, так вообще симпатичный, вот, да, такой олдскульный, типа, вот, то, что он из пластмассы сделан, там, хрен с ним, по подключению, опять-таки, включая напрямую в комбик, подключая напрямую в педальку, или же просто в пульт, без всяких, там, промежуточных, вот, этих всех дел, он выдает то, что, как бы, и должен выдавать на свои денюжки. Рекомендую, и кому надо, с Украины, пожалуйста, обращайтесь, у меня еще такое, такая вот дрянь есть. Все, до новых встреч, в следующем видео поговорим. Шур, вот, С606 или же 607. У меня 607, ну, там, они особо не отличаются, вот, по своим характеристикам. Этот микрофон уже более универсальный, как я сказал, Макс Таврический использует его очень активно. Он очень дешевый, и, вот, посмотрим, на что он способен. Сравним его с этим микрофончиком, и сделаем какой-то вывод. Все, давайте, до новых встреч, до следующего видео. Пока!